На эмоциях, как улаживать самые болезненные конфликты в семье, бизнесе и политике Дэниел Шапира Мия, Ной, Закари, Лиэм, мама и папа, Мэдди и Майк, Стив и Шира, Маргарет, Бетси и Питер, Сьюзан Спасибо, что научили меня тому единственному в жизни, о чем не следует вести переговоров, любви Вызов Каждое новое поколение людей считает себя умнее, развитие и современнее всех, кто жил до них Но как бы быстро не развивалась наша цивилизация, конфликтуя, мы всегда были и остаемся людьми Очень важно находить способы преодоления разногласий, когда на кону оказываются самые дорогие для нас ценности Как же нам научиться улаживать наши конфликты? Предисловие О чем эта аудиокнига? Аудиокнига «На эмоциях, как улаживать самые болезненные конфликты в семье и на работе» Предлагает новую модель устранения разногласий и разрешения острых споров, в которых чувства играют не меньшую роль, чем разум Подобно тому, как ученые и естественники открыли внутренние механизмы, управляющие явлениями физического мира Я в ходе своей исследовательской работы в области конфликтологии обнаружил внутренние движущие силы, которые вынуждают нас идти на столкновение Эти силы, скрытые в нас, основаны на эмоциях Их мощная энергия остается невидимой глазу, однако может глубоко ранить Она разрывает в клочья узы теснейшей дружбы, разрушает брак, уничтожает бизнес, провоцирует вражду на религиозной почве Пока мы не научимся контролировать силу эмоций, мы обречены снова и снова вступать в изнурительную конфронтацию без надежды на благополучный исход Аудиокнига снабдит слушателя необходимыми инструментами, которые помогут изменить поведение и строить отношения, опираясь на сотрудничество и отыскивая даже в сильно заряженном эмоциями конфликте возможности для получения обоюдной выгоды О необходимости пересмотреть прежние методы преодоления вражды я впервые задумался 25 лет назад за столиком кафе в развороченной войной Югославии Я только что помог проведению недельного семинара по разрешению конфликтов для подростков-беженцев, сербов, боснийских мусульман и хорватов И вот теперь, вместе с несколькими участниками семинара, мы обсуждали, как по-разному живут люди в Югославии и Соединенных Штатах Звуки пережитых обстрелов еще отдавались эхом в памяти этих ребят, но мы мирно сидели в самом эпицентре урагана войны, подтягивая кофе, болтая о футболе и о том, кто на семинаре на кого запал Среди нас была длинноволосая голубоглазая девушка, 17 лет, по имени Вероника Она смотрела в одну точку с пугающим напряжением На семинаре девушка по большей части молчала, поэтому я удивился, когда во время паузы в разговоре она вдруг заговорила Это случилось 9 месяцев назад, начала она, не отрывая взгляда от тарелки Мы с моим молодым человеком обедали у него дома Раздался стук в дверь Вошли трое мужчин с оружием Вероника на миг подняла глаза, неуверенная, стоит ли продолжать Моего парня схватили и прижали к стенке, он сопротивлялся, но они были сильнее Я попыталась крикнуть, но не смогла издать ни звука Хотела побежать за помощью, сделать хоть что-нибудь, но будто приросла к месту Ее монотонный голос зазвучал совсем глухо, а глаза расширились Они схватили меня за плечи, пригвоздили к месту и притянули его голову, чтобы мы оказались лицом друг к другу Я видела ужас в его глазах Он пытался вырваться, но они держали его крепко Она снова остановилась, а потом сказала Один из них вытащил нож, и на моих глазах ему перерезали горло Шум кафе остался где-то далеко Я смотрел на нее, оглушенный, не в силах пошевелиться Мне хотелось утешить ее, как-то поддержать, но я не знал, что сказать Вероника замолчала, так же внезапно, как начала говорить о пережитом ужасе У меня оставалась еще одна ночь в Югославии, а наутро нас с коллегами ждал поезд на Будапешт Мне было грустно расставаться с участниками семинара Я успел привязаться к ребятам, которые посреди кошмаров войны не побоялись довериться нам, открыть свое сердце Но сильнее грусти было мучившее меня чувство вины, ведь я возвращался в Америку с ее комфортной и безопасной мирной жизнью, оставляя их в отчаянном положении Когда рано утром на следующий день наша машина подъехала к вокзалу, мое сердце дрогнуло Около поезда стояли все 24 подростка, участвовавшие в семинаре, и приветственно махали рукой Среди них была и Вероника Она подошла ко мне, чтобы попрощаться Не будьте таким, как другие, которые приезжают помочь, сказала она Они говорят, что будут всегда нас помнить, а потом забывают Я дал ей слово Недостающее звено Что заставляет человечество втягиваться в разрушительные столкновения? Может быть, наша психика запрограммирована воспроизводить одни и те же ситуации, несмотря на зачастую пагубные последствия? И возможно ли разрешить насыщенный эмоциями конфликт, когда на кону самые дорогие для нас убеждения и ценности? Эти жизненно важные вопросы – краеугольный камень моей работы Даже если вам никогда не приходилось испытывать на себе то, что пришлось пережить Веронике, идти по жизни без острых конфликтов невозможно Они неотъемлемая часть человеческой природы Мы обижаемся на своих возлюбленных, точим зуб на коллег, с тревогой наблюдаем, как обостряются межнациональные отношения Ниже собраны некоторые из бесчисленных ситуаций, чреватых конфликтами Наглядные примеры конфликтов, движущей силой которых выступают эмоции Пара ожесточенно, как боксеры на ринге, спорит по каким принципам строить совместную жизнь Как партнерам найти общий язык, обойдя различия во взглядах на финансы, распределение домашних обязанностей и политику Родители делают все возможное, чтобы их ребенок не создал семью с человеком другой религии, социального положения или национальной принадлежности Сын или дочь, дерзнувшие хотя бы задуматься о такой перспективе, будут с негодованием отвергнуты родными Мультикультурная команда раскололась на две группы из-за разницы менталитетов Обстановка накаляется, не удается достичь согласия по кандидатуре лидера, который поведет за собой всех Растет взаимное недоверие, стороны обсуждают действия друг друга за закрытыми дверями и в итоге демонстрируют удручающие результаты Руководители компании зашли в тупик по вопросу распределения бюджетных средств У каждого свое мнение, какие корпоративные ценности следует поддержать финансированием Отдать предпочтение краткосрочной прибыли Сосредоточиться на репутации в долгосрочной перспективе Усилить благотворительную деятельность Округа взбудоражена судебным иском, который разделил жителей по расовым или этническим признакам Сторонники противоположных лагерей в большинстве своем отказываются общаться, растет невысказанный страх обострения насилия Маленькая община считает, что над ней нависла угроза Экспансия более крупной глобальной культуры вот-вот приведет к утрате обычаев и ценностей местных жителей Члены политической группы начинают рассматривать конкуренцию за ресурсы Как основание для поиска своей коллективной идентичности Они берутся за оружие, чтобы отстаивать свои права Нация переживает период острых общественных дебатов Не рухнет ли национальное самосознание под наплывом чужестранного влияния в области культурной, религиозной и светской жизни Подобные конфликты можно разрешить, только обратившись к их источнику Тому, что не подвластно разуму и даже эмоциям К самой сути того, что вы есть, вашей идентичности Каждая сторона спора автоматически склонна определять свою идентичность как противоположную идентичности другой стороны Я против тебя, мы против них Мы указываем пальцем, осуждаем, настаиваем, это ваша вина Но столкновение лбами лишь обостряет ситуацию Гораздо эффективнее сообща урегулировать разногласия Прояснить запросы каждого участника и стремиться к достижению соглашения, которое устроит обе стороны Однако в эмоционально заряженном конфликте, будь то семейная размолвка или межнациональное столкновение Совместный подход к урегулированию проблем часто оказывается недостаточным Почему? Во-первых, невозможно логически разложить эмоции по полочкам Освободиться от ярости или чувства унижения, совсем не то же самое, что решить математическую задачу Эмоции индивидуальны, ни одно математическое уравнение не предскажет вам с точностью, как отреагирует другая сторона Прости меня, сказанное жене или мужу, сегодня отрикошетит гневом, а завтра, наоборот, сотворит чудеса Во-вторых, даже если умом вы понимаете, что хотели бы восстановить отношения с мужем или женой, с начальником, внутренние эмоциональные толчки часто подстрекают продолжать борьбу В эмоционально заряженном конфликте что-то подспудное не дает подойти к решению проблемы на основе сотрудничества Неприятный осадок в душе, интуитивное недоверие к другой стороне, голос, который шепчет, с ним надо держать ухо востро С кем бы вы ни спорили, с тем, кого любите, или с тем, кого ненавидите, внутреннее сопротивление сотрудничеству может помешать найти решение Наконец, вы просто не в состоянии принять жизненные принципы и ценности другой стороны, как свои собственные В остром конфликте на кону оказывается ваша идентичность, а это не товар, от которого легко отказаться в ходе сделки Со своими убеждениями приходится считаться Так, как же разрешать эмоционально заряженные конфликты? Я потратил десятки лет, занимаясь только этим вопросом, и сделал несколько важных открытий Аудиокнига «На эмоциях. Как улаживать самые болезненные конфликты в семье и на работе» Результат моих исследований Я писал ее здесь, в Кембридже, штат Массачусетс, и ночами в кафе во время поездок по всему миру От Каира до Сан-Паулу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова